Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Не могу не поделиться обалденным вкусным приготовлением салата. Готовится легко, просто. Мне нравится, что он хрустящий, ароматный и, конечно, немного пикантный. Начинаем готовить. Поехали! Самый главный ингредиент этого салата – капуста и морковка. Капусты у меня здесь 1,8 кг. Ну, за счет того, что мы еще кочерыжку убираем, у меня здесь получится где-то 1,5 кг. Капусту нарезаем мы необычно, крупно. Обычно мы шинкуем, а здесь нам нужно просто нарезать ее крупно. Вот таким вот образом. Дальше мы сразу капусту разбираем. Капусту нарезали, теперь присаливаем ее. Хорошие две щепотки, соли добавлю. Этого будет вполне достаточно. Теперь хорошенечко перемешиваем и слегка прижимаем. Хорошенечко перемешал, буквально минуты две. Теперь оставляем в сторону на минут 20-30, чтобы капуста пустила сок. Морковку нарезаем по-корейски. Прошло 20 минут, капуста стала влажной. Видно даже, что она уже пустила сок. Я добавляю столовую ложку копченой паприки, сладкой. Сразу хорошенечко перемешиваем. Также нам понадобится 6 зубчиков чеснока. Отправляю через мелкую терку. Если нет терочки, можно через чеснокодавку или просто нарежьте ножиком мелко. Сразу же в миску отправляем наши две морковки, которые я натер по-корейски. Капуста у нас сладковатая. Морковка сладковатая. Я много сахара добавлять не буду. Одну столовую ложку. Будет достаточно. Также буду использовать яблочный уксус. Нам понадобится 3 столовые ложки. Если нет яблочного уксуса, можно использовать лимон. Тогда понадобится целый лимон на такое количество капусты. Теперь все это перемешиваю. Перемещаемся к газплите. Я взял сковородку. Отправляю грамм 50-60 подсолнечного масла. Отправляем 2 чайные ложки кориандра молотого. И 1 четвертая часть чайной ложки перца чили. Специи нам нужно прогреть. Только прогреваем и нагрев выключаем. Отправляем к нашей капусте ароматное масло со специями. Нам осталось хорошенечко перемешать. Аромат стоит на всю кухню. Очень вкусный, очень ароматный. Нам осталось попробовать на вкус. Мне не хватает соли. Я добавлю только соль. Добавляю еще одну щепотку соли. Обязательно хорошенечко перемешать. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 2 часа. Ну что, прошло у нас 3 часа. Открываем. Ах, какой аромат бомбезный. Надо еще раз перемешать. Вот такой вот красивый, простой, очень ароматный, очень вкусный, легкий салатик получился. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Ну что, друзья, пробуем. Очень вкусный. Слегка пикантный. Реально очень вкусный. Ммм. И наслаждаюсь этим хрустом. Супер. Ну что, друзья, пробуйте, комментируйте, делитесь с друзьями и, конечно же, подписывайтесь, кто не подписался. Я с вами попрощаюсь до следующего видео. Все, пока. Ммм. 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 Мм. Продолжение следует...